Когда вы переезжаете в Грузию, одна из самых сложных задач, если вы переезжаете с ребенком, это найти для ребенка языковую среду. То есть ту среду, где он может общаться, дружить, обучаться, развиваться вместе со сверстниками и понимать их. И поэтому многие, приезжая в Грузию, начинают искать русскоязычные детские сады. И неважно откуда вы приехали, с России, с Украины, с Белоруссии, с Казахстана, дети обычно в семьях, где говорят на русском, тоже говорят на русском, это классика, и давайте сегодня обсудим, где и как найти русскоязычный садик в Тбилиси, в Батуми, либо в Грузии, сколько они стоят, можно ли попасть в государственный детский садик. Итак, русскоязычные детские сады в Грузии, как найти русскоязычный детский садик, давайте мы сегодня проведем такую небольшую экскурсию на нашей Мадлобе, вот, и начнем, естественно, с того, что есть, скажем так, государственные детские сады, и это для многих является панацеей, потому что некоторые из вас, и я в том числе, мы слышали много историй о том, как попадают дети в государственные детские сады, и это нормально, потому что дети там дружат, дети там классно общаются, но все ли так радужно, давайте посмотрим. Первое, чтобы попасть в государственный детский садик, нужно иметь ID, а ID выдают только после получения гражданства, либо ВНЖ, вида на жительство, то есть есть еще сноска, если вы беженец, то беженцев, детей беженцев из Украины, соответственно, тоже принимают государственные детские сады, и в этом году, в двадцать втором году я слышал, читал статистику, что более сотни детей с украинским гражданством попало в сады, государственные сады Грузии, и это правда. Но, если вы не беженец, и у вас нет ВНЖ, то, по сути, попасть в государственный сад вообще без вариантов. А теперь очень важный момент. Грузия – это страна, где официальный язык является грузинским, государственный. У него нет там двух языков, там английский, русский. В Грузии официальный язык государственный – грузинский. Соответственно, все садики государственные, только грузиноязычные. Все, без вариантов. Но давайте посмотрим, все же, если у вас есть ВНЖ и вы хотите попасть в государственный детский садик, что необходимо сделать. Просто, друзья мои, есть регистрация на сайте. Вот есть такой сайт. Вот он здесь. И здесь есть детские сады. Видите, да? Там летние сады, детские сады. Просто по регионам разбито. И здесь вот есть все-все садики. Ну, которые есть в этом вот регионе, районе, либо на вашей улице тоже можно поискать. Но проблема в том, что там происходит в два этапа. То есть, какие, как и везде, как в многих странах, то есть, естественно, в первую очередь могут поставить на очередь или поставить, записать в детский садик детей военнослужащих, социально незащищенные семьи, воспитанники детских домов, дети, скажем, чьи брат, сестра уже ходят в садик, дети из семей, пострадавших с наводнениями, дети со статусом одинокого родителя. И вторая очередь, мы понимаем, уже все остальные. Ну, как все остальные, мест нет. Поэтому нормальный, правильный выход в данная ситуация – это посмотреть в сторону частных садов, куда мы сейчас с вами и посмотрим. Итак, частные детские сады в нашей великолепной Грузии, да? Соответственно, как бы в Тбилиси. Хочу заметить, что частные детские сады открывают как местные жители, так и русскоговорящие экспаты. Отсюда следует вывод очень простой, что многие из садиков могут быть как русскоязычными, то есть там говорят на русском языке, открывают на русском языке. И опять же есть садики, где присутствует русскоязычный воспитатель, что тоже является выходом. Выбор садиков частных большой, да? То есть есть настоящие такие большие сады, там двух-трехэтажные, там много групп, там переход, а есть маленькие домашние садики. Я знаю садик на семь человек, которые, в принципе, комфортно себя чувствуют в небольшом домике. Дальше. Мы здесь для вас специально подобрали вот такую на Мадлобе, да? Частные детские сады в Тбилиси. И вот, допустим, здесь мы прямо написали, где находится сад. Вот если такая зелененькая меточка стоит, соответственно, мы там уже лично были ли бы наши корреспонденты там были. И вот, например, там, да? Русскоязычный детский сад Биба. Он находится в Ваке. Здесь очень и очень классные воспитатели. Посмотрите, то есть другие сады вы можете найти здесь, на каталоге Мадлоба. Просто введите детские сады в Тбилиси, попадете туда. Такая же самая, ну, тоже самая подборка у нас есть для каталога, в каталоге для детских садиков, частных детских садиков в Батуми. Давайте перейдем к самому простому вопросу, самому животрепещущему вопросу. Это сколько стоит частный сад в Тбилиси? Давайте пойдем по накатанной и поймем, что частный сад напрямую зависит от того, что там предлагают и что вам там предложат вашему ребенку, да? То есть там может быть обучение другим языкам, грузинскому, английскому, либо другим. Бывает садик, где развоз детей по домам, либо может сбор, либо развод детей по домам. Прогулки есть по городу и паркам. И опять же бывает так, что в садике есть несколько групп от садик там ясли до подготовительной школы. То есть разные группы, соответственно, разное понимание. Ну и напрямую от этого зависит и стоимость. Стоимость является такая, ну, это вилка и триста, мы видели триста лари в месяц, либо семьсот лари в месяц. То есть берем среднее пятьсот. Допустим, если мы обзванивали частные детские сады и уточняли, то в среднем в основной массе это пятьсот. Более того, допустим, в некоторых садиках, допустим, просто русский вот этот детский сад Биба, там еще есть десять процентов скидка, если вы гражданин Украины, да? И десять процентов скидки, если у вас там, вы приходите с несколькими детьми. То есть если у вас там братик и сестричка приходит в один садик. Поэтому, друзья мои, переходите в каталог Мадлоба, звоните. Тут есть прям все контакты, вот, да? Телефоны, адрес можно узнать, фотографии посмотреть. Звоните, уточняйте. Я думаю, что был вам полезен. Приходите на наш каталог Мадлоба, приходите на наш канал Мадлоба, задавайте вопросы под этим видео и выбирайте детский сад для своего ребенка. Мадлоба. 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 Мадлоба.